Встречайте Новый Год с ВК, с новогодними плейлистами, с друзьями, с близкими, с контентом, которым хочется поделиться. И получите шквал поздравлений в мессенджере. ВК. Место встречи Нового Года. Это второй сезон самой долгожданной битвы в истории. Да начнется битва шефов! Его Величество, король тортов Ренат Акзамов. Константин Шампиньонович, победы тебе не видать. И Его Величество, шеф Сияруси Константин Ивлер. Сегодня с тобой вместе сделаем команду Рената Рафина. Ты сейчас согласен? Да. Два гиганта. А, узнаю. Два титана. Два метра высокой кухни. Сегодня они готовы склестить ножи и венчики, чтобы найти уникальный кулинарный талант. Обалдеть. Я хочу, чтобы была здесь качка и полный прокач. И реальная качка. Зажжем эту качку на этом проекте. Зажжем. Тысячи претендентов. А мне, коллега. Михаил Константинович Ивлеву. Я, Кренату. Команду Константин. Константин Виталич. Утрём нос. Утрём нос. Молодец. Жесточайший отбор. Спасибо, коллега. Я говорю однозначно, жирное нет. Никакой пощады. Хочу сказать о том, что это брак. Ой, как жестоко. Победителем станет только один. Да ладно! Да! Серьёзно! Красава! Гениально! 100% гений. Перед нами гений. Давайте аплодисменты. Давайте, давайте, давайте. Во имя гастрономического мира. Проверим это всё на битве шефов! Добро пожаловать в великий мир гастрономии! Это праздничный выпуск самого яркого кулинарного шоу страны. А праздник заключается в том, что, конечно же, участник моей команды сегодня в очередной раз победит. Да будет шоу! Ты прям такой, знаешь, щекотунчик. Ты любишь меня смешить. Снова, снова ты меня смешишь. Но когда это было такое, чтобы победа была в твоей команде? Новый год к нам учится. И, как правило, всегда несёт нам чудеса и сказку. Но не в этот раз, особенно для тебя, только лишь для меня. Расслабься. Хоть и праздник, и все должны быть хэппи, и ты, и я, но так или иначе у нас никогда с тобой не бывает ничьи. Поэтому, как всегда, пусть победит сильнейший. Пусть победит сильнейший в моей команде. А у меня вкуснейший. Прямо сейчас профессиональные повара, а также любители не только поесть, но и вкусно накормить, представят свои лучшие блюда перед мэтрами кулинарии. Константином Ивлевым и Ренатом Акзамовым. Тот, кто сможет своим шедевром поразить одного из шефов, попадает к нему в команду. Если же участник найдёт путь к сердцу сразу к двум метрам, то выбор остаётся за самим участником. А теперь... Первый участник! В смысле, мы вместе сказали? Нет, это я сказал. Нет, это я сказал. Я вслух и сказал? Он должен ко мне зайти. Это ты вслух сказал. Нет, я сказал слух. Что ты сказал, слух? Заходи! Давай, не стой, заходи. Ой, какая красота! Ой, какая красота! Здравствуйте, уважаемые мэтры в Сия-Руси! Кулинары вы наши замечательные! Какие вы клёвые, классные, красавцы наши! Да, ты тоже, я смотрю, ух, огонь! Согласен. Всё это сказали мне, да, но Костя тоже рядом, как сказать, тоже можно похвалить. Он такой красавчик. Ну, Константин тоже красавчик. Представьтесь. Меня зовут Надежда, я из Республики Башкортостан, из красивейшего города Уфа. Я работаю поваром в производственной компании, кормим сотрудникам. А костюмы, это вы в кружке танцуете? Это я мужу вечерами готовлю в этом костюме. Он у меня татарин. Заводите мужа, как говорится. Конечно, да, да, да. Я понял, всё, вопросов нет. Вам привезла красивейшее блюдо, вкуснейшее, праздничное севиче из гребешков с икру и манго-маракуйя. Отведайте, попробуйте, оцените, но, надеюсь, будет всё окей. Как-то не сочетается ваш наряд, ваш образ, город, из которого вы приехали, и вот это блюдо севиче с манго-маракуйей. Ну, ничего страшного, я же творческий человек, поэтому в чём хочу, с чем хочу, с тем и выхожу. И к кому хочу, к тому и пойду. Конечно же, это блюдо современной европейской кухни. С вами это блюдо не ассоциируется, при этом приготовлено всё великолепно. Спасибо. Надежда, в этот праздничный выпуск я хочу подарить вам праздничное настроение. Конечно же, я говорю вам «да». О, ес! О, ес! Это на местном, да, сказали? Нет, конечно. Айбет, всё будет о-о-о. Айбет, хорошо. Если в магазин стало грустно ходить Мы готовы главный секретик открыть Подключайте пакет, получайте ответ За товары не по скидке, увеличенный кэшбэк 5% возвращайте и вкусняшки покупайте Если выпить капучино, то вернется половить Подключайте пакет на сайте, начинайте покупать по-новому Мне очень приятно Я просто офигел от его улыбки С его душой, которая выносит энергию Знаете, несмотря на то, что это блюдо мне анти вообще не понравилось Но вас я чувствую огонек Если вы хотите быть вольной творческой птицей Вы, конечно же, это сможете получить в моей команде Ты решил меня цитировать? Потому что я вам тоже говорю, да Ты решил меня цитировать? Перед тем, как вы примете решение, очень хорошо подумайте Что вам нужно? Быть птицей в клетке? Или все-таки быть жаворонком, который летает свободно по этому небу? Я приехала из Башкирии, и меня два шефа выбирают в команду к себе И начинают соревноваться, кому я пойду Это одно из важнейших будет решения в вашей жизни Я не бабка на рынке Я не бабка на рынке Я не буду ругаться с этим дедушкой Зачем во время Нового года я должен ссориться с Дедом Морозом? Зачем мне трогать Дедом Мороза? Что вы делаете? Оставьте дедушку в покое Он такой брутальный Я не сдержалась, пошла кивлю Правильно, правильно, солнце моё сработало Извините, Ренат Это нормально Правильно, солнце моё Как вы в Уфу вернётесь? Как вы в Уфу вернётесь? Команду победителей Своего шефа я не подведу И именно со мной он придёт сегодня к победе Хочется попробовать вкусную селёдку под шубой Или оливье Ах, вот тебе селёдка Ролл селёдкой Ты посмотри, я накаркал Меня зовут Тимур, мне 18 лет В пациентальной кухне я работаю 16 лет уже С самого детства я ещё мечтал быть поваром Я упал в котёл с шурпой И понял, что кулинария это моё Вам предоставляю селёдку под шубой в виде роллов Это моя интерпретация Прошу вас сверху натереть желток, приготовленный в соли Он в данном случае будет выступать в качестве усилителя вкуса Тимур, а можешь рассказать, что это за перли здесь вокруг лежит? В качестве декора я использовал пудру из сушёной свеклы А также земля из маслин Идея-то в чём? Вот человек чихнёт И что будет напротив него? А вы, Константин, не чихаете, не болеете? Ну, в случае чего, я скажу, будьте здоровы А когда на тирамису чихают? И все в какао сидят Ну, я знаю, да Ну, вот он сделал тирамису Ну, слушай, там хоть тирамису приятно с декольте слизывать всё до какао А, вот это Понимаешь? А здесь чё? Ну, короче, тебе не нравится Не моя история, извините, скажу нет Поним Это блюдо действительно немножечко не дотягивает до участия в проекте «Битва шефов» Но, скажу так Моего брата зовут Тимур Моего сына зовут Тимур Какой-то у меня сработал отцовский инстинкт, что ли Вы же его установите, что ли? И нового участника в моей команде, видимо, тоже зовут Тимур Добро пожаловать в мою команду Спасибо большое Я обязательно приведу Рената к победе И обещаю, что в следующих моих блюдах Пудра будет идеально подходить к основному блюду Итак, хочется попробовать вкусное новогоднее блюдо Следующий участник Так, Константин Витальевич, снова к тебе, я чувствую, идёт В перчатках ещё, чтобы следы не оставил Здравствуйте, меня зовут Иван Я шеф-повар из Карелии Занимаюсь популяризацией карельской кухни В её авторском прочтении Собственно, от меня Сейчас я хочу вас попросить продегустировать Сет северных рыб, где у меня представлен Онежский судак, мурманский палтус, карельская форель Два вида пюре и соус берблан Приятного аппетита Локал Местные продукты Не важно, чтобы продукты, которые я представляю Показывали мой регион в лучшем свете Каждый соус, каждый полуфабрикат, каждое пюре Приготовлено очень осмысленно Рыба фантастическая Сто процентов говорю да Я очень хотел бы, чтобы у моего друга и напарника Рената Всегда было хорошее настроение Но я его сейчас немножко ему подпорчу Потому что я тоже вам скажу да И теперь стал важный выбор Очень важный Иван Он же Ваня Подумай Кому ты скажешь да? У меня есть кондитер Я ему даю задание И он его выполняет Сегодня я попробую поработать под руководством кондитера Ты понял? Ты понял? Чего? Ты выбираешь мою команду Да И ты правильно делаешь Я выбрал Рената, потому что сам не совсем связан с кондитеркой Это может быть новым опытом интересно Посмотрим как оно будет Самые сильные специалисты выбирают сильного наставника А почему бы и нет Без проблем Я только рад, что ты наконец-то берешь себе осмысленно профессиональных людей И может быть это поможет тебе хоть выиграть Спасибо большое, Иван Я добьюсь победы своими знаниями и умениями С пакетом на кассу скорее бегите И за покупки кэшбэком платите Чтобы сейчас пакет получить Надо всего лишь нажать подключить Добавьте нам жару Дайте нам больше праздничного настроения Ооо, какое-то большое блюдо Притормози, притормози не так быстро Не-не, Зача, пусть идет Иди-иди, Лава, донеси ко мне Если там притормози, иди ко мне тогда Меня зовут Михаил Я из маленького, но гордого города-курорта Кисловодска, который находится на Кавказе Я работаю шеф-поваром в маленьком, но очень гордом ресторанчике Я очень люблю готовить Мне нравится сам процесс, потому что я считаю это неким искусством Ну, шеф-поварю я только буквально неделю, потому что только-только добрался до этого Это что, получается, ты сразу покинул рабочее место и к нам приехал? Да? А у меня есть там маленькая замена Ну, как маленькая? Маленькая, но очень гордая Маленькая, но очень гордая бородатая замена Я принес запеченные баклажановые рулетики на творожной подложке И с копченой сливочной аджикой Знаете, Миш, я сначала расстроился Думал, очередные рулетики из баклажанов Но это безумно вкусно Реально вкусно Вот если еще, тем более, зерен гранаты не было Было бы еще вкуснее Я вам скажу свое большое, но гордое да Спасибо Михаил, мне не нравится, как пожарены баклажаны Мне не нравится по цвету вот эта подлива И мне не нравится вот эта просто разрезанная булочка Я говорю, вам нет Ну, что ж... Ну, я вам сказал гордое да Поэтому продолжай свой дальший путь Настоящий кисловодский орел Спасибо большое Скорость передвижения зашкаливает Я прошу сюда не переживаю Спасибо большое Честно, я очень рад, что я в команде у Ивлева Потому что, блин, ну, человек с огромнейшим опытом Хочется что-нибудь такого необычного Вот чтобы прям сразу ах И сразу в глазах раздвоилось Я их знаю Они же были в кондитере Проходит медовик Какой? Оба Опа! Опа! Ренат нас узнал и очень обрадовался, я так думаю. Ну, я думаю, очень обрадовался, увидев нас. Давайте заново познакомимся. Костя вас точно не знает. Меня зовут Аверина Валерия, а меня Аверина Катарина. Мы из города Санкт-Петербург, нам 21 год. Занимаемся вместе кондитерским делом, развиваем нашу кондитерскую. И решили принять участие в данном шоу, потому что любим готовить не только сладкое, но и обычные блюда. Какие, например? Конечно же, просто супернеобычное блюдо оливье, которое как раз-таки мы вам и принесли. Они его сладким сделали, прикинь? Подожди секундочку, а у меня... А ты так же потрогай мой салат. Потрогать его. Как есть. И тебя тоже? У меня тоже. Я живой, это нормально. Вы правильно сделали. Вы принесли Косте торт. Да. А мне принесли реальный салат. Да. Просто плав. Ну, сказать, чтобы он был фантастический, но нет. Но сами по себе эти девочки настолько трудолюбивые. И я подумал, что нужно давать дорогу молодым. Валерия. Мою супругу зовут Валерия. И здесь, видимо, тоже какое-то стечение обстоятельств. Валерию я с большим удовольствием приглашаю в свою команду. Лерочка. Я так тоже делаю. Чтобы не перепутать. Всегда хочется иметь энерджайзер в своей команде. Я уверен, что вы такие и есть. Катарина, я, конечно, тебе скажу, да. Валерий, я бы тебе сказал, да. Но двух не потянул. Старый уже. Катарина, вы в команду победили. Катарина, Лерочка, вы молодцы. Интересно, как каждая близняшка раскроется в команде близняшек Кости и Рената. В этот праздничный выпуск хочется праздничного настроения. Следующий участник. Заходи. Сейчас что-то будет, мне кажется, вкусное. Что-то очень вкусное и очень большая порция. И домашнятина сейчас прям вкусняшная будет. Здравствуйте, меня зовут Рита Александрова. И я с Кубани. С Кубани. Я Краснодар представляю. Я домашний повар. Я готовлю на заказ колбасы, сало, рулеты. Рульки, вот все такое мясное, вкусное, домашнее. Принесла кровяная колбаса, ковбык. Это фаршированный свиной желудок. Намазка. Это молотое сало с чесноком и рубленной зеленью. Горчица и перцы острые. Ну что, Костя, забирай. Что это? Забирай. А что это? Вы так сразу от меня отказываетесь? Нет, нет, нет. Я чувствую, что вы сегодня приведете команду Константина к победе. Вот прям чувствую. У вас огромный потенциал. Но данному блюду, я говорю, в данный момент нет. Для меня эта еда очень жирная и тяжелая. Но уверен, что в команде под нажористым шефом вы сможете творить на благо своей семьи. И влив супы, нажористо, вкусно, это да. Значит, это кроме сальца вообще не мое. Но у меня жена Стамани. И если я ей скажу, что я не взял вас, она мне последние волосинки выцерпает на моей голове. Ну мы же кубанские девчата друг за друга. Поэтому я скажу вам да. Сегодня я приду к победе у Ивлева и приведу его к команде к победе. В этом мне поможет мой оптимизм, задор и домашняя кухня. Заходите, удивляйте, радуйте. Так, представьтесь. Меня зовут Ярослав Медведев. Я из города Ростова-на-Дону. 10 лет назад я работал в группе немедленного реагирования. И потом я решил, что неплохо было бы попробовать себя в кулинарии. Приготовил омлет и через два месяца стал шеф-поваром. Как ты любишь. Всем привет. Меня зовут Максим. Я из города Пересталь-Залезки. Посмотри, какую вкусняшку принес. Конечно. Меня зовут Алексей. Я вам приехал из Байкала, город Шеликов. Меня зовут Михаил Смирнов. Мне 42 года. Я живу в городе Тюмень. Я шеф-повар кулинарной школы. А как вы считаете, изделие, которое вы принесли, оно достойно того, чтобы преподавать эту науку? Уверен. Это осечанские вантоны. Они с начинкой из свинины. Я вам представляю сейчас еврейский хумус с ноткой доминиканы. Это пирог из рыбы с чучьей икрой. Это чизкейк из омуля горячего копчения. Кайф. С голомянкой горячего копчения. С икрой из омуля. И с кедровым молоком. Для меня, лично, это блюдо очень слабенькое. Это ты не был просто в Сычуане. Сычи, Сычи, Сычуане. Максим, вы очень крутой. Но я попробовал вот эти бобы. И не знаю почему, мне захотелось их вернуть назад. Максим, я очень люблю хумус. Хумус достаточно вкусное, яркое вегетарианское блюдо. Но твой хумус какой-то очень странный. В нем почти нет вкуса. Там порезаны куски рыбы, которые немножечко разваливаются. Нету цельности в этом продукте. Группа быстрого реагирования. Значит, он очень быстро реагирует на все. Это прямо вот твое. Ну да, реагировать он умеет. О, реагировать он умеет. Добро пожаловать в мою команду. Леша, я скажу так. Не вдохновило меня блюдо. И мне не очень нравится ваше меланхоличное настроение. Поэтому, к большому сожалению, я скажу вам нет. Алексей, посуда шикарная. А по вкусу это изделие совсем не нравится. К сожалению, я говорю нет. Настолько сильный пересол от соуса, я говорю вам нет. Миш, блюдо не идеальное, потому что очень сильно подгорело. Но я дам тебе возможность проявить себя в моей команде. Welcome. Для меня лично это блюдо несъедобно. Я говорю нет, стопроцентно жирное нет. К большому сожалению, тоже скажу вам нет. Спасибо. Вот туда. Спасибо. Он хотел его к тебе в команду идти. А вот знаешь, Ренат, мне захотелось холодца. Присоединяюсь. И рядом хрен. И горчичка вот эта ядреная столовая. Поехали. А ну, холодец в студию. Подожди, это кондитер. Здравствуйте, шефы. Скучали по мне? Я что, не понял, филиал что здесь решил строить своих, а? Ну, давай напомни еще о себе. Меня зовут Захрятин Олег, мне 18 лет. Я представляю ваш любимый, между прочим, город Нижний Новгород. Один из. Сейчас чем занимаешься? Я работаю в ресторане. Поваром горячего цеха. Красавчик. На гарнирке, между прочим, самая сложная позиция. Серьезно? Да. Я принес ролл из сибаса в кабачковом креме с зеленым маслом из базилика и лимона и щучьей икрой. А ты занимаешься восточными единоборствами или народными танцами? Единоборствами. Как вы угадали. А, ты просто вот все такое вот стоишься, вот это вот. Как вы угадали. А, вот так вот, да? Да, каратэ занимаюсь. А двоечку можешь двоечку пробить? Оп! И, смотри, с дыханием делай. И движение, да? Да, отца по печени. Да! А можешь вертушку показать? Прям вертушку, прям по голове. Все, 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 все. Костя, бери. Я реально его боюсь. Костя, бери. Я тоже боюсь. Нет, нет, нет. Нет, нет. У тебя уже не есть без названия. Мне твое блюдо очень понравилось. Бумба. Безумно сочная рыба. Угу. Не пересушено. Кабачок, соус. Говорю тебе, да. Да! Ну, пусть позабавится. Новый год. Ну, я не против. Ну, на радостях. Сделай еще раз вертушку. Да! Давай, давай, на радостях. Да, яй, маня, отчетца, да! Я тебе скажу, без грамма лести, без грамма преувеличения. Шутки шутками. Да. Это самое вкусное блюдо этого кастинга. Спасибо большое. Ну, сегодня я буду удивлять гастрономическими блюдами. Больше сделаю акцент на уровень премиального класса, нежели там простого. И посмотрим, что из этого выйдет. Интересные участники. Сегодня интересный кастинг. Прям чувствуется новогоднее настроение. Мне можно какого-нибудь близнеца Олега Захряпина. Заходи. Это твой знакомый, да? Нет, это близнец Захряпина. Здравствуйте. Меня зовут Тимур, мне 29 лет, и я из города Владикавказ. Осетия. Северная Осетия, Алания. Тимур. Тимур, на всякий случай. Тимур. Это судьба. У меня брата зовут Тимур, у меня сына зовут Тимур, и участник в команде уже есть Тимур. Тимур. Сегодня у меня войско Тимуров будет. Тимур, что вы нам принесли? Я вам привез тартар из северного оленя на основе труфельной пасты с мусом из пармезана и гелем из желтков. Я полностью, сто процентов уверен в своем блюде. Оно уникально в том, что это дичь, и оно разностороннее. В нем три кухни совмещаются. Дикая, домашняя и профессиональная. Тимур, кто ты? Повар, шеф? Я работаю на профессиональной кухне уже 12 лет. Я прошел весь путь от помощника повара до шефа повара. Ну, Тимур, здесь на самом деле нечего даже размышлять. Все очень вкусно, красиво. Мне очень нравятся вот эти греночки. Правда, они дубовые, но очень пористые. Прям молодец. Сразу понимаешь, что это делал не ты. Греньки делал не я, да. Но, тем не менее, тартар великолепный. Я говорю, да. Просто Тимур – это по-любому завоеватель. Тимур – это победитель. Тогда я говорю нет, дабы ты что-нибудь завоевал сегодня. Сегодня ты завоюешь победу в моей команде. Молодец, Тимур, красавец. Сто процентов да. Спасибо. Победа. Я сегодня сделаю все, чтобы Ренат победил, а Константин понял, что он упустил свой шанс. Тимур, ой, Ренат, я вот знаю произведение «Тимур и его команда». А сегодня, значит, у нас… Ренат и команда Тимура. И команда Тимуров. Да. Но я тебе хочу сказать… Поздравляю. А я тебя поздравляю с главной вертушкой года. Давай, давай, на радость! Давай, маня, че, цена! О, это да! Да. И все это сегодня будет у нас в битве шепов! Составы команды определены. За честь Рената Акзамова будут биться всего пять участников. Но венчики и поварешки в их руках не менее опасны. Валерия Аверина, Ярослав Медведев, Иван Балин, Тимур Мусин и Тимур Легкоев. На стороне Константина Ивлева будут сражаться Катарина Аверина, Михаил Панфиленко, Маргарита Александрова, Надежда Ахкамова, Михаил Смирнов и Олег Захряпин. Первый этап посвящен мировой кулинарии. Сегодня вы будете готовить печень по-гусарски. Я не имею понятия, что это такое. Печень по-гусарски – блюдо, пришедшее из Европы и завоевавшее особую популярность в Санкт-Петербурге 18 века. Несмотря на название, печени в рецепте нет. Основной продукт – это говядина, которая начинялась сыром, яйцом, луком и грибами в смеси с хлебными крошками. Костя, давай поможем участникам понять, что это за блюдо. А давай. Мы сегодня впервые в честь праздника решили вам немножко упростить задание, поэтому вы попробуете каждый из вас это блюдо, дабы потом его воспроизвести. Итак, коллеги, надеваем маски. Если вы думали, что всё будет просто так, нет, ребята, вы будете пробовать с закрытыми глазами. Мало того, вы будете готовить с закрытыми глазами. Мало того, вы даже отсюда уходить будете с закрытыми глазами. Мало того, до следующего Нового года вам нельзя снимать эти маски. Абсолютно верно. Я закрытыми глазами в ожидании, сердце просто стучит до невозможности. Впервые в битве шефов участники могут изучить блюдо на слепой дегустации. Но насколько развиты их вкусовые рецепторы и поварская смекалка? Я пробую печень по-гусарски, а печени там ноль. Ну, в смысле ноль. От слова совсем. Её нет. Что это вообще такое разнообразие вкуса? То, что в голове оно мне просто никак не уложилось. Надо зрить в корень, дабы отгадать ход да винчи этого блюда. Печень по-гусарски. Это не печень, это же говядина, говяжья вырезка. Ровно один час. Все продукты перед вами. Время пошло. Чья кулинарная сиренада сегодня обрадует наших шефов? Да пребудет с вами гастрономическая сила, вкусные мои. Несмотря на то, что выбор печени лежит богатый, там было даже на рыбе печень трески, там кого-то ещё, но понимаю, что надо брать мясо. Так, отбиваем. Мелкое, мелкое. Мясо было нежное, нежное. Ну, смотри, моя кубанская хозяюшка-то прям вообще колбасу сделает сейчас. Говядину. Начинаю её смазывать специями, перчиком, луком. Ой, розмарин, перец. Вкусно пахнет. Несмотря на то, что я из Петербурга, я впервые слышала, что гусарская печень – это петербургское блюдо. Просто это точно, смотри, это точно была не печень во вкус. Это мясо, оно волокнистое. Все там взяли не мясо, а печень. Я начинаю готовку с паштета из печенки, чтобы сделать из него начинку для терина. Добавляем печень в лук и сливочное масло, чтобы сделать её нежнее. Мы сначала сделаем паштет из говяжьей печени, а потом его обернём развернутой вырезкой. Добавляю соль, сахар, перец, после чего перебиваю в блендере. И добавляю туда несколько желтков. Получился очень нежный и вкусный паштет. Я взял говяжью вырезку, потому что почувствовал вкус говядины, мягкость. Отдельно я жарю на сковородке лук и печень. Я думаю, что печень надо положить из-за названия блюда. Здесь, конечно, подвох заключается именно в названии. Печень не идёт от слова печень, говяжий, то есть как субпродукт, а идёт с польского слова печь, печить, запекать. Да ты что? Да, и поэтому в этом блюде нет печени. Очищаем печень. Давай. О, твои, твои, твои. А, это мешарик. Да, 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 только не мешаем, мы путем в печень. Уважаемые коллеги двух команд, а какую печень вы почувствовали? Говяжью, телячью, свиною, утиную? Сто процентов говяжья вырезка, а внутри вырезки была сама печень. Скорее всего, она была запечённая. Молодец, молодец, браво, браво. У человека очень хорошо развиты рецепторы. Миша, 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 подожди, Миша, ты уверен, да? Теперь нет. Это что-то, что должно запечься в первую очередь. Телеком. Да, только мне кажется, там должно быть что-то внутри, но что внутри, я не знаю. Ладно, давай подумаем. Ну, думай, думай, потому что мне кажется, это вообще просто говядина. Мне кажется, что это внутри говядины запечённая, либо внутри хлеба. Но у меня не было такого. Мне кажется, это блюдо называется гусарская печень, потому что оно пропитано алкоголем, как и у гусаров. О, каратизмом, бухлишки сразу привзял, Вин. Молодец. Сегодня я в роли гусаров. Готовлю гусарское блюдо. Может, и коньячка обахнуть, там, винишко. А-а-а, понял, что? Додумался, то, что это, оказывается, целый кусок мяса должен с надрезами быть, и там должны все вот эти начинка класса, на основе лука и сыра. Но только уже поздно было, я уже нарезал мясо. У меня, короче, очень много мыслей, и пришёл к тому, что буду выкладывать в мясо со слоями вместе с грибами и с картофелем. Ну, в любом случае, с алкоголем. Какой гусар не любит сочного мяса и вина? Вырезку я мариную, обжариваю с двух сторон, и в параконвектомат запекаться. Твои взяли чёрный хлеб. А чёрный хлеб туда не идёт. Помимо лука, яйца, сыра, туда ещё идёт хлебная крошка. Хлебный мякиш. Хлебный мякиш, да. Но от пшеничного хлеба, а не от ржаного хлеба. Но, поверь мне, сейчас мои ребята сделают всё достойно. Пыри-пыри, растопыри. Конечно, я не спорю. Конечно, достойно сделают. Получается, беру вырезку, получается её разделывать. Ребятам отдаю разделанную. Ребятушки, мясо. Я с командой всё-таки ёлки-палки. Я жарю прекрасные филе миньончики, которые я интерпретировал как гусарскую печень. Я беру соль, перец, тимьян, беру немножко шалфия. Этому блюду достаточно вполне. Вот так. Собственно говоря, на этом я, можно сказать, собаку съел. Смотрите, красота какая. Конечно, да, это моя тема. Сам бы ел, да, шеф придётся отдать. Я вообще не сильно разбираюсь в видах мяса, что за мясо. Я взяла вырезку, буду обжаривать её тонким слайсом и сделаю также начинку. Что-то типа пюре, но не совсем пюре. Это будет картофель, сыр и кабачок. Так, ребята, кто-то знает, что такое гусарская печень? Как жили гусары? Или вообще, как это может быть связано? А не шампанское пин. Нам его не хватает тут. Знаю старую добрую французскую фразу. Старый гусар – плохой гусар. Честно говоря, про гусарскую печень я читал ещё лет 300 назад, грубо говоря. Оттуда у меня остались в флешбеке то, что это своего рода мясной рулет. Я жарю фарш из говяжьей печени. Предварительно я его замариновал с шалфеем, с тимьяном и луком. Я беру говяжью вырезку, делаю из неё небольшой медальончик, разрезаю её вдоль. Сейчас я зафарширую говяжью вырезку. И далее закручиваю, обжариваю на сливочном масле и довожу до готовности в парокомик томатик. Мне приход в голову розбив. Я её сейчас как-то буду не запекать, наверное, в жидкости томить. В сотейнике кипячу воду с добавлением вина. Тушить в вине хороший кусок мяса – это грех, не побоюсь этого слова. Там, по-моему, ещё был коньяк, тимьян, соль, перец по вкусу. И я начинаю мясо добавлять туда, прям вырезку, чтобы оно запечаталось. Тем самым я прям в этой жидкости ставлю его в парокомик томат. С моей говядины сейчас всё прекрасно, она находится в духовке. Получилось то, что я, собственно, ожидал. Мы его разрезаем, у нас яркая розовая середина и чуть тонкий приготовленный край. И это, собственно говоря, розбив и получился. Я забыл про них персты. Ммм, горелые. Ммм, вкусно. Та-дам, всё так и будет. У меня получается печень по-гусарски в виде котлеток. Ну, мне очень сильно нравится вкус. Немножко не хватает перца, поэтому я сейчас его добавлю. Думаю, это достойное блюдо. Отправляю свою вырезку на сковородку, чтобы придалась корочка. Идеально получилось. Я кладу картофель и буду запекать. Я извиняюсь. Да, я решил отстрелять всех конкурентов, потому что, ну, мало ли, это же ведь битва шефов всё-таки. Я обжариваю мясо, кладу его в фольгу, добавляю туда ещё раз специи. По сути, я собираюсь сделать кусок стейка на самом-то деле. И ставлю в парковник томат. Я делаю начинку. Всё-таки там что-то было. И, судя по своему послевкусию, там был хлеб. Вот что хотите, говорите, но хлеб там был чёрный. Я взяла сыр твёрдый, смешала с нашим чёрным хлебом, замешала всё это с яичком и подначинила мясо. Тебе нужно обжарить гренки? Да. Парик, пихай в парик. Срочно. Соль там. Главное, это что? Работа в команде. Я сейчас выкладываю тырин на манер гусарской печени. И дальше сейчас буду его украшать. Если это старинное блюдо, то оно должно быть идти с разными закусками. Я думал, с икрой добавить, но остановился на анчоусах. Я знаю, что не нужно слишком много накладывать на блюдо, его нельзя загружать. Выложу два кабачковых оладушка, кусок мяса между ними, вот картофельно-сырное пюре и снова кусок мяса. Не успеваю. Я не успеваю. У меня начинка вся улетела. Я решаю, что салат – это самый лучший гарнир. Вкусно и лёгко к мясу. Это красота, красотейшая. Выглядит супер, вкус вообще отличный, просто космос. Блин, ну не хватает коньячка, вы, конечно, замокнулись. Время вышло! Прямо сейчас бравые шефы смогут продегустировать гусарские блюда. И мы узнаем, кто из участников на коне, а кому придётся спешиться и покинуть битву ни с чем. Константин, напоминаю, что это праздничный выпуск. Как? Я подготовил в твоей гримерной праздничный активированный уголь. Начинаем дегустацию с тебя. Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Итак, гусарская печень в исполнении Риты. Я, честно скажу, перемудрила. Меня смутила вот эта вот мягкость во вкусе. И я решила, что это не говядина, а свинина с прожилками шея. У тебя ничего удивительного, что тебе кажется свининой. У вас везде в Краснодарском крае кажется свининой, потому что шашлык, машлик, туда-сюда. И побольше колбасу я готовлю. Вот такую и побольше. А что ты в начинку положила? Сыр твёрдый, сыр мягкий, чёрный хлеб и сырой желток. Жбила. Очень вкусно. Просто ещё бородинский хлеб мой любимый. Это не печень по-гусарски. Да это совсем другое блюдо, Костя. Это свинина по-армейски. Ну, пусть будет по-губански. Это очень вкусно, хоть и не то. Костя, а теперь наблюдай, как правильно готовить гусарскую еду. Давай, давай. Наслаждайся, восхищайся, ну а вы все любуйтесь работой профессионалов. Я верю в своих гусаров и гусары. Они крутые. И вам. Очень красиво, просто шик. Я решил сделать упоминание, потому что мы же уже сейчас, в 21 веке, самой печенью в рецептуре. Сделав из неё нежный паштет и подали с бородинским хлебом. Бородинский хлеб у нас как раз таки отображает павших гусар в бородинской битве своим прекрасным кориандром. Печенью быть не должно внутри. Да. Я не согласен, что это ошибка, потому что я сделал интерпретацию. Да, чуть-чуть не то блюдо. Да, чуть-чуть не тот набор продуктов. Но вкусно нереально. Спасибо, шеф. Спасибо, Иван. Ты молодец. Очень круто. Ничего себе ты жмешь. Молодец. Вот я знаю, кто меня сейчас удивит. Надежда, вера и любовь. Наденька, ну-ка сделайте красиво. Печень, по-гусарски. О, рассказывай, что здесь намудрила. Ну что, какой мне гусар-то после коня. За коня, коня, полцарства за коня. Не хотел бы поесть вкусно и сытно. Но все, по-моему, здесь есть на этой тарелочке. И даже корм для коня, вон. Корм для коня – это то, что нужно гостя. Вот прямо на всех тарелках здесь корм для коня. Рина, зря вы так говорите. Почему? 100 грамм бы, и все нормально. Ладно, ему лишь зацепиться за что-то. Значит, Надь, это же, как и у Риты, вообще не то, но вкусно. По-домашнему вкусно, это самое главное. Вообще нереально. От покупного хлебушка тащишься, да? Ну, он не просто покупной. Она его подпекла. Естественно. Маслица и чесночечка. И я тебе не дам. И корм для коня сложился, да? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Что вы жёте? Понабирал ты сегодня, Костя. Ох, понабирал. Сейчас мы посмотрим, кого ты там понабирал. Следующий участник – Тимур. Печень по-гусарски так, как понял её я. Когда мы её пробовали, я почувствовал хлеб, гаяжью вырезку. И перец, большое количество перца. А в итоге что внутри? Внутри печень. Это моя ошибка. Это полный крах, и я думал, я сейчас сразу же уйду. Ну, подача новогодняя. Я смотрю, ёлочка, картошечка, зеленушечка. Очень вкусная панировка. А в своё время именно царскую печень готовили именно в панировке. Именно царскую. Обычную, когда делали корм для коня, не панировали. А именно царскую панировали. Прямо из царя вытаскивали? Костя, знаешь, мне нравится в тебе реально одна черта. Знаешь, какая? Не черта, да? Ну как тебе это сухая субстанция? Вкусно невероятно. Тимур, а сколько лет вы на кухне? Два года. Всего два года? Всего два года. И всего вам 18 лет? Всё верно. И уже так готовите? Да. Похлава шефа меня просто безумно удивила. Я в шоке и уверен, что пройду дальше. С криком кия и ударом ноги. Давай, Олежка, покажи, чему тебя там научили. Ну и что это такое? Это печень по-гусарски. В моём варианте. Филе говядины. Я его слегка обжарил и перепустил коньяком. И потом запёк вместе с картошкой грибами. А это просто бродинский хлеб, который просто положил сверху селёдку. Да это не селёдка, это анчоусы. Анчоусы, да. Запах стоит, вонь, прям как будто кусарские сапоги. Тут анчоусы-то. Ну, у меня такая ассоциация возникла с данным произведением. Главное новогоднее волшебство. Панда Фрайди теперь игрушка. Сменные прически на магнитах. Модные аксессуары. Пушистый друг для всей семьи. Подари Фрайди самым близким. Заходи прямо сейчас на сайт panda.friday.ru Не то, не то, но и неплохо, в принципе. Молодец, спасибо. Олежа, надо было, когда представлял блюдо, вертушку показать. Надо было вот так, с блюдом, да? Шат-шат-шат-шат. Итак, еще один счастливчик, еще один, можно сказать, яркий всплеск в моей команде. Еще один Тимур. Тимурчик, выходи. А вот это уже рулет. А вот это уже по-гусарски. Вообще печень по-гусарски не в виде рулета делается. Печень по-гусарски делалась два варианта. Для бродяг и для гусар. Вы для бродяг делали вот так. Это кто в отставку ушел. Все верно. Мне мое блюдо нравится. Я думаю, на 99,9% я в него попал. И сегодня я уверен в свою победу. Друзья, просто Тимур, Тимур, браво. Спасибо. Браво. Да, ты не положил туда немножко сыра. Да, чего-то не положил. Но специи, трава, готовность, нежность, все вместе сработало нереально. Я почувствовал себя реальным гусаром сейчас. А Костя в своей команде почувствовал себя конем. И так, Катарина, Катариночка, ну-ка удиви-ка меня. Удивлю. Что ты порубила здесь все? Что, шаурму, что ли, сделала по отдельности? Ну, что ты такой, Катарин? Константин, не шаурма, а шаверма. Ты наготовила мне, как любовница гусара, понимаешь? Ну, я же с любовью готовила. То есть мне мясо, себе, соответственно, овощи. Настрогала сюда цветную капусту, брокколи, фенхель еще даже набабахала. Идеальное сочетание с мясом. Спасибо, Катарина. Интересно, необычно, прям захватывает. Правда, не пойму, чего, но в целом спасибо. Я думаю, что у меня есть возможность пройти в следующий тур, но если будут блюда похуже моего. А теперь мощнейший ответ в моей команде. Катарина, ты сделала неправильный выбор, пошла туда. Неправильно. Валерия сделала правильный выбор. Итак, презентуй свое изделие. Бомба. Костя, это самое, что ни на есть печень по-гусарски. С феноменальными гусарскими оладушками. Я на самом деле даже не имела понятия, что такое печень по-гусарски. Как и его команда, да? Ну, в целом, да. И поэтому я решила, что надо импровизировать. Что в начинке было, я по вкусу не поняла. Но подумала, что там точно должен быть сыр. И я использовала картофель. Он сделал непонятное лицо. Я сначала не поняла, я думала, что так плохо все. Это, наверное, одно из самых вкусных видов мяса, приготовленных женскими руками. Я бы даже с удовольствием позвал Костю попробовать это блюдо, но я его отнесу к себе в гримерную. Спасибо. Вам спасибо. Я сейчас не про Костю в смысле отнесу, а блюдо. Пусть не будет так. Мишенька, ну-ка давай-ка. Шеф, сильно на меня не злитесь. Я вообще ни на кого не злюсь. Сказать честно, я в победе не уверен вообще. В общем, в моем представлении, я когда попробовал, я думал, что это что-то начиненное. Так, давай короче, кого ты здесь похоронил в тарелке? Гусара и его усы. В общем, по сути, это получился стейк, но я предположил то, что, ну, как стейк, можно так выразиться. Я подумал то, что гусары, во-первых, в своем Краснодарском крае. Я в Ставропольском. Да какая разница, то же самое, давай быстрее. В общем, это мясо обжарено. Чуть-чуть колер протушено, чуть-чуть в белом вине и запеченное. Вино-то здесь каким макаром? Мне показалось, что там есть вино, потому что отдавало кислинкой. Они шампанское пили уж на то. Ну, шампанского здесь не было, было вино. Пришлось импровизировать, шеф. Миш, пробовать здесь нечего, поэтому пробовать не буду, спасибо. Я... Группа немедленного реагирования. Немедленно презентуйте свое изделие. Есть, шеф. Так точно, шеф. Итак, вкуснятина. Вкуснятина. Мое блюдо прям супер залетит, как надо. Это стейк для гусан. Хотите есть, ешьте мясо, махайте шашкой, пейте шампанское. Что вы из этого умеете делать, Ренат? Махать шашкой, пить, скакать, гулять. Я думаю, все. Скакать на коне. Я тебе скажу так, Ярослав. Конечно, немножечко недоработал, мне кажется. Если остальные участники попытались хотя бы что-то приготовить, то ты просто пожарил мясо. Просто пожарить мясо нужно уметь. Согласен. Сделал неплохо, но просто пожарил мясо. Спасибо. Учитель, прошу. А что это такое? Это моя версия печени по-гусарски. Это говяжьего резка. Я ее зачистил и немножко запечатал в смеси кипящей воды и вина, поскольку гусары любили выпить. И? Добавил туда тимьян, добавил туда соль и перец. Давай, давай, выкидывай, выкидывай, давай. Корм для коня не зашел, видимо, в этот раз. Да, блин, Миш, вот забор испаржить тебе вообще удался или шпала, я не знаю, что это такое. Прекрасное замечание, очень красивый забор был. Но само по себе мясо не очень. Спасибо большое. Я на самом деле думаю, что один из лидеров будет. Мое блюдо очень классное. Все было приготовлено великолепно, но, к сожалению, несколько участников моей команды покинут эту студию прямо сейчас. Иван. Спасибо. Спасибо. А сколько пел Дефирамбов? Я не расстроился. Все идет так, как надо. Ярослав, спасибо за участие. О-о-о-о! Ты прям, можно сказать, обезглавил свою команду, а? Я сделал вкусное блюдо, как бы то ни было, я уже победитель. Итак, первым, мою команду и проект «Битва шефов» покидает... Михаил. Спасибо. Я нисколько не расстроен. Это всего лишь мнение одного человека, поэтому моя уверенность остается при мне. Следующим мою команду покидает... Опять Михаил. Сынок, Рома, твой папа накосячил, но папа твой все вот здесь вот сохранил и будет исправлять ошибки. Я хочу уравнять коллективы, и поэтому принял решение, что трое покинут мою команду. Итак... Не трожь Олега, Олега не трожь. Блин, только не я, только не я, только не я, и тут бац! Олег. Впервые в истории проекта «Битва шефов» я хочу нарушить правила. Олег, оставь это блюдо мне, я доем. Уходи красиво. Все к лучшему. Надо нарабатывать опыт, я еще молодой. В нашем праздничном выпуске все подарки только впереди. Ты имеешь в виду мой подарок, тебе в виду проигрыша твоей команды и выигрыша моей команды без проблем. И все это, конечно, в следующем этапе. Во втором туре шефы меняются местами. Они будут давать задания командам друг друга. Что ты сегодня загадал, коллега? Знаешь, все очень просто, учитывая то, что мы находимся в Москве. А сейчас зима, хочется немножко согреться. Поэтому, уважаемые участники команды Рината Акзамова, нет ничего лучше для согрева, чем борщ по-московски. У-у-у, легкотня! Блин, даже не знаю, что может войти в этот борщ, потому что москвичи очень капризный народ. В конце 18 века в каждой губернии была собственная разновидность борща. Или как тогда называли свекольный суп – бураки. В московской местности борщ отличался тем, что в него шло несколько видов мяса и копчености. В советской рецептуре этот суп претерпел небольшие изменения. Обязательным ингредиентом стали сосиски. А вот картофеля уже в нем не было. Друзья, но раз мы пошли по столицам, значит, идем по столицам. Очень хочется увидеть от вас легендарный ленинградский торт. Я даже не знаю, что это. Одна из визитных карточек северной столицы – знаменитый ленинградский торт. Он состоит из нескольких песочных коржей, пропитанных шоколадно-масляным кремом и джемом. Торт имеет квадратную форму. По бокам украшается бисквитно-ореховой крошкой. А сверху – гордой надписью «Ленинградский». Я хоть и москвич, но очень хочется ленинградского тортика. Как-то по-предательски ты отнесся к своему родному городу. А я все-таки, будучи коренным сочинцем, топлю за Москву. Я понимаю, что московский борщ будет сегодня номер ван. Ну что, на приготовление этих блюд мы даем вам ровно один час. Кулинарный батл нового уровня уже ждет вас, вкусняшки мои. Погнали! Ты знаешь, как готовить? Песочное тесто и маршруетный крем. Задание вроде бы простое, но там много подвохов. Один из нюансов этого торта заключается в том, что на нем именно написано «Ленинградский». Песочное тесто нужно приготовить грамотно, чтобы вместе с масляным кремом оно не превратилось в кол. Оно должно сохранить мягкость. В этом-то и уникальность этого рецепта. Московский борщ. Напоминаю вам, если не знаете. Это стандартный борщ, только первое. Внутрь не идет картофель. Запомнили. Второе. Копчености. Ребрышки там есть. Можно добавить карбонада. И в свое время в московский борщ обязательно добавляли сосиски. Я начинаю готовить с песочного теста. Смотрите, маслом мы добавляем муку. Перебиваем в мелкую-мелкую крошку. Благо я знаю, как готовить песочное тесто. И готовила не один раз. Лера, Лер, масло же с мукой, да? А потом сахарная пудра. Тесто. Да. С сахарной пудрой я беру две горсточки. В конце добавляю яйцо сырое. Ну все, чтобы скрепить-то, слепить-то это все. А у вас тортик тоже для коня? Нет, для вас же. Согласен. Согласен. Песочный корш – это само собой классика. Ой, Катарина, Катарина, видимо, первый раз делаешь песочное тесто. Да, конечно, я же именно его сделала идеально. Ой, Катарина, а ты соль почему не добавила? Еще добавлю сейчас. Да, забыла. Я сделала вид, что так и должно быть, я его собиралась в конце добавить. Катарина, я знаю, что вы уважаете Рената, но смотри, в данном случае он не на твоей стороне луны. Костя, если ты надеешься, что сегодня будет торт для коней, нет, не будет, потому что буду дегустировать я. А. А. В. А это что вы берете? Масло. А зачем вам сливочное масло? Песочное тесто. Тесто не из маргарина делали? По-богатому на сливочном решите. Я делаю московский борщ, сейчас я крашу морковку. Натеря не на терке, потому что в московском борще все должно быть аккуратно, кусочек к кусочку нарезано. Сейчас на сковородке растопил свиной жир, хочу обжарить на нем, дабы усилить вкус мяса. Беру, значит, говяжью вырезку, свиные ребрышки копченые и карбонат. Куда Тимур рубит этим ножом кости? Ну, а почему нет? Посмотри, как он сверху рукой делает. Там рубаки есть. У него руки как топоры, посмотри. А кто мышь, мне сосиску и карбонат сразу закину туда или потом? Сейчас за таких закинешь, ты потом их не достанешь. Так режут на тарелке. Она сосредоточена, но они же кондитеры. А кондитеры, да. Ну-ка, они же кондитеры. Посмотри, как аккуратненько кружочки нарезать. Кружочки какая. На самом деле я ни разу не готовила борщ. Вообще ни разу. Лерочка. Да. А скажи, пожалуйста, вы вообще дома готовите? Редко. Заметно. То есть ты, я смотрю, морковку ты натерла, а лук нарезаешь. Да. Есть одна особенность в борще по-московскому, и именно это связано с нарезкой. Все одинаково. Овощей. Или кубиками лучше все сделать. Не знаю, не знаю, Лерочка, не знаю. Давай я нарежу тебе капусту. Ну, ты уверен? Да, конечно. Овощи я ровно-ровно нарезаю мелкой соломкой. Так, Тимур, скажи, пожалуйста, осетинский борщ существует? Нет. Нет, только осетинские пироги. Да. Гримерный я заварил чаек. Пошли, печенье. У меня такое печенье. А, тогда я поем. Пойдем, чаек заварим. Нет, подожди, ты умеешь делать осетинские пироги? Ну, конечно, умеет. Подожди. Оставил в покое. Ты пришел ко мне в команду. Ты хочешь, я тебе секреты расскажу о московского борща, а ты мне секреты теста на осетинские пироги? Ну-ка. Ну, сначала я послушаю секрет осетинского теста. Не-не-не, нифига, он тебя обманет. Как ты нифига? Поверь мне. Не-не-не, Тимур, ты в Москве, Тимур. Здесь просто так нельзя доверять. Нет, вот сочинцам, да, опасно доверять. Они в красных черевичках. А вот москвичкам нормально, мы всегда в кроссовках. Да, и в синих носках. Пошли в гримерную, Костя, оставь моих. Ставлю бульон на свиных ребрах. Закидываю туда мясо, чтобы была насыщенность, наваристость дальше. Луковицу, лавровый лист и стебли петрушки. Все это для насыщенного бульона. Я сейчас мешаю сахар, крахмал и яйцо с желтком для заварного крема. И потом, доведенный до кипения молоко с сахаром, добавляю к смеси с яйцом. Мешаю и все назад в кастрюлю на огонь, до загустения. Блин, у меня крем не затягивается. Начинаю с кремом что-то чудить, мудрить. У меня не загустевает крем, но я добавляла уже крахмал, все. Ну что у меня так не так идет? Оказывается, вместо крахмала я стала добавлять пудру. О, аллилуйя! Все, процесс пошел. Когда я сделала заварной крем, я решила взбить его со сливочным маслом, с сахарной пудрой. Это пудра? Это пудра. Я, конечно, туда масло бахала. Вот от души добавила мало. Масло, да, надо еще. Добавила, еще взбиваю, добавила, еще взбиваю. Потом, смотри, уже время поджимает, и уже просто планетарный миксер не справляется с этим обилием масла. Масло застряло, но это вкусно. На самом деле крем получился очень вкусный. Когда-то давно, когда появился этот тренд на московский бочке, шли всякие ватрушки с творогом. Лера знает, как их делать, поэтому предложила, то, что я помогу ей с борщом, а ватрушку она сделает на всех. Для того, чтобы приготовить ватрушку на песочном тесте, нам нужна мука, сливочное масло. Пропорциях, честно говоря, я вообще не знаю. Делаю как получится. Отдельно яйцо с сахарной пудрой взбивается венчиком, там, чем угодно, и потом добавляется к муке с маслом, и замешивается тесто. Тесто отлично, тесто готово. Сейчас я буду раскатывать и сделаю начинку для ватрушки. Это творог с яйцом. Я сейчас хочу немного вскипятить свекольный фреш, дабы убрать у него вкус сырости, потому что он дает землянистый такой вкус. В общем, борщи, если его не предварительно не подвести к термовой обработке. Чтобы сохранить цвет, я добавляю лимонную кислоту и балансирую ее с сахаром. Закинь мне чуть-чуть фреша своего. Я добавил пару ложек. Добавил. И также добавляю фреш Лере. Так мы делаем совместный, она помогает нам. Мы помогаем ей. Ватрушки готовы. Посмотрите, какая красота. Все. Свой тортик я собираю. Корж на корж, корж на корж. Между ними я прокладываю масляный свой заварной крем. Так так было вкусненько. Сладенько. В целом, я довольна своим борщом. Борщ выкладываю в горшочек, отдельно подаю ватрушку и нарезанный зеленый лук. Сверху посыпаю зеленушкой и ложечку сметаны. Я собираю торт уже. Выглядит не очень аппетитненько, но по вкусу вкусно. Я решил подать свой борщ в этом горшке. Ренат обалдеет. Он скажет, это шедевр, это шедевр. И стоп работа! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Прямо сейчас шеф Ренат Акзамов продегустирует ленинградский торт. А шеф Константин Ивлев – московский борщ. По итогу столичной битвы мэтры решат, кто из участников покинет проект в командах друг у друга. Коллеги, давайте поприветствуем Дед Мороза мира гастрономии. Константина Витальевича Ивлева. Начинаем с самого юного участника моей команды – Тимур из Казани. Оф, какая красота! Презентую вам московский борщ. Добавлял я туда три вида мяса. Это говядина, конечно же сосиски и сервилат. Это ты сам делал ватрушку? Нет, это Лера делала. Мы общей командой готовили. Помогали друг другу. Один плов в оливегате, а если сейчас фигня какая-то, все троим и попадете. А это фигня. Попробуй ее. Да ты что? Очень какая. Согласен. Я был полностью уверен в Лере, но так получилось, бывает. Ну ладно, ничего страшного, не ватрушки дело, идем дальше. Я, насколько понимаю, вот эта какушка, которая плавает, это сметана, да? Верно. Сметану надо подавать отдельно. Человек сам уже распоряжается своим вкусом. Хочет ли он добавить кислотности? И в каком количестве. И в каком количестве, да. На будущее лучше всего никогда так не делать. Дома я ем больше сметаны сразу. Сделал вам по-домашнему. Борщ. Московский борщ. Борщ. Что скажешь? Я скажу, что это настоящий морковский борщ. Справился красиво. Подача пойдет. Ватрушка никакая. Молодец. Я присоединяюсь. Техническое задание выполнено. И сделано все достойно. Спасибо. Я рад, что ты в моей команде. Молодец. С Тимуром не ошибся. Молодец. По крайней мере, с первым. А теперь королева ватрушек. Валерия, ватрушечка, заходи. Да, я начинающая королева ватрушек. Презенту вам свой борщ с ватрушкой и сметаной. Сметану отдельно. Ватрушку можно не пробовать, просто декор. Просто декор. Лерка, 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 все ты сделала хорошо, за исключением только лишь одного. У тебя говядина не сварилась. Она очень жесткая. Она резиновая. Ой. Это провал. Все. Знаешь, чуть слабее по вкусу борщ. Вот. До конца не играют все нотки продуктов, которые там есть. Я испугалась и подумала, ну все, пока. И копченость очень-очень слабо чувствуется. Но чувствуется. Нет, она чувствуется, но очень слабо. Но чувствуется. Но она же девочка, она и не может, чтобы чувствовалась так, как у мужика. Ну, Кость. Но они же все делают элегантно. Ты знаешь, певчела хлещет в одной руке литрушка, а в другой свинарюшка. А в другой ватрушка. Спасибо огромное. Лерочка, ты молодец. Сейчас ты будешь просто удивлен. Тимур, твой выход. Презентую вам свой наивкуснейший борщ. Он с тремя видами мяса, правда без сосисок. Вместо сосисок у меня там играет карбонат. Выглядит шикарно. Особенность морского борща именно заключалась в том, что сосиски шли. А это было техническое задание. На самом деле, настолько был уверен в своем борще, что мне казалось, что он покроет косяк. Кайф, ну кайф же. Ну кайф же. Я вижу прям периодически, у тебя язык из ротовой полости выныривает. Это означает, что ты облизываешься. Выныривает. Очень неплохой борщ. Очень неплохой борщ. Очень неплохой борщ. Спасибо. Яркий, вкусный. У тебя реально насыщенный вкус. Обалденный. Просто пять с плюсом. Спасибо. Спасибо тебе огромное. Ты молодец. Молодец. Ну так или иначе, один должен будет покинуть команду Рената. Костя, праздничный выпуск. Готов под праздничные аплодисменты сказать Тимур. Спасибо за участие. Тимурчик, молодец. Дошел до финала. Просто красавец. Спасибо. Умничка. А где аплодисменты? Немножко расстроен, но все-таки я просто получил кайф и удовольствие от того, что я делал. Поехали съездим с тобой в Ленинград на выходные. Поехали. На подкарте? Нет, на стреле. Поехали. Девоньки, а давайте поприветствуем у нас Рената. Красиво. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, начинаем. Рита. А с платформы говорят, это город Ленинград. АПЛОДИСМЕНТЫ Масло сливочного взбили, пудра или сахара, прям так с чувством, чтобы было сладко, липко и вкусно. И на жористо. Хочется сказать, Рита сделала фундаментальный торт. Фундаментально филигранно-бетонный. Самое главное, что я не пересушила коржи, у меня рассыпчатое получилось песочное тесто. Костя, ну сегодня праздничный выпуск, я не хочу, конечно, ругать участницу, рассказывать, что это брак. Рассказывать, что это несъедобно. Наши шефы просто мало крема зачерпнули своей ложкой. Надо было вот так вот, вот так вот еще подчерпнуть. Похоже на ленинградское печенье неплохое. Ну так, в поезде. Я думаю, это печенье к обыщаем зашло. Спасибо. Итак, суперфиналист проекта «Кондитер». Полуфиналист проекта «Битва шефов». Катарина. Надпись аккуратненькая, оформление аккуратненькое, форма торта читается, глазурь аппетитная. Потрясающий комплимент, который очень приятно услышать от суперкондитера. Топор дать? Он режется. Просто надо аккуратненько сбоку вот так. А ты не знала, что надо было мягче делать бисквит для такого торта? Это коржи. Если бы они постояли 100% ночь в холодильнике, они бы 100% пропитались и получились бы как надо. Я думаю, они бы даже не ночь постояли. Я думаю, достаточно было бы часа 4. Да. Потому что они у вас тоненькие и очень равномерно раскатаны. Браво! Ставлю жирную 5. Продолжаем. Я хочу сказать, что внешний вид соответствует вкусу, ну и, соответственно, мастеру. Поэтому мне все очень-очень нравится, даже захотелось в Ленинград. Отлично. Скоро, видимо, поедем. Спасибо за это. Спасибо вам. Надежда, вера и любовь. Надежда, прошу, сделайте красиво. Великие мэтры кулинарии. Вам мой торт. Торт супер, супер ленинградский торт. Давай аплодисменты, это потрясающе. Это просто потрясающе. Это первый потрясающий торт в команде Константина за последние 7 сезонов. Итак, режем, маэстро? Да, режем. Мне кажется, ты даже не давишь на нож. Нет, я не давлю на нож, правда. Вы сделали лучше, чем суперфиналист проекта «Кондитер». Еще не попробовали. А я еще не попробовал. Я попробовал. И что? Лучше. Лучше? Попробуем. Ну, знаете, на момент было неприятно, конечно. Мне даже стало вдвойне интересно. Костя просто так хвалить не будет. Я его, кстати, за это люблю. Он за честность всегда топит. Ну, по крайней мере, с точки зрения коржей, они... Так, 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 не отмазывайся, подожди. По крайней мере, началось лучше. Не, я говорю, что... Лучше? Конечно. Мягче. Так лучше или мягче, я не понял. Так ты ех... Кусочек за кусочком, но почти чуть и не слопал все мое. Коллеги, я вас лично попрошу без зависти, а с восхищением дать бурные аплодисменты этой участнице. Браво! Костя, браво! Спасибо! Ну, это Ода моей кондитерки моей. Ну, это вообще. Все, домой приезжаю и открываю свой кондитерский цепь. Итак, команду Константина Ивлева. К моему глубокому сожалению. Прямо сейчас. Покидает Маргарита. Спасибо за участие. Переменно? Обнять. Конечно! Ежа, спасибо тебе! Спасибо вам, спасибо. Молодец какая. Спасибо. Умничка, умничка, умничка. Это классный опыт. Это классно вообще приехать, поучаствовать в такой передаче с шефами. Ну, интересно, задурно. Да, финал, я смотрю, будет безумно интересный. Очень интересный. В первую очередь, главная интрига сегодняшнего проекта. Это, конечно же, сестры, которые по разной стороне баррикад. Не согласен. А я также вижу, что сегодня между собой будут соревноваться Башкирия и Осетия. Тимур и Надежда. А вот интересно, как поделят, если что, победу сестрички между собой. А вот это мы узнаем чуть позже. Впереди решающая битва. И совсем скоро мы узнаем, кто из участников приведет своего наставника к победе. Приближается праздник. Настроение поднимается. А теперь настала ваша очередь. Поднять настроение нам. В финальном этапе участникам предстоит непростое задание. Для его выполнения шефы уже подготовили стол из кулинарных новогодних хитов. И ваша задача придумать и создать совершенно новое блюдо, используя уже эти готовые. Задание для меня это легкое. Для нас, женщин, конфетку-то сделать мы всегда сможем. С наступающим Новым Годом! С наступающим Новым Годом, друзья! Колбаска нереальна! Вот как всегда, я вот по нашей традиции на закусончике. Давай чокнемся. Давай чик-черик, да. С наступающим, друзья! Готовьте! На выполнение задания у вас есть ровно час. Какой прекрасный стол! Боже мой! Какой сырок вкусный! Бомба! Просто бомба! Подпёкся под люстры, а! Обалдеть! А я подхожу к столу, вижу там много-много всего разного. А ты что? А где картошка? Нет картошки? А вот картошка. Я понимаю, что надо приготовить что-то оригинальное, новенькое, не классическое блюдо. Я решила, что я буду делать тушёную квашеную капусту с копчёной... Ну, копчёности нет. Я взяла копчёную колбасу. Беру прошлогодние пирожки. Ну, это же прошлый год, так вот, да? Можно изменив начинку, добавляя другую начинку, можно поставить запекаться, и это будет... рождено будет новое блюдо. Я сделаю мини-такую закусочку запечённую. Почему бы и нет? Ну, не киш-лорен, конечно, это, но всё равно что-то мини из французской... из советской кухни. Мне в голову приходит приготовить запеканку деревенскую. Из старых продуктов я взял колбасу, куриный рулет и буженину. Нарезаю их мелким ломтиком, жарю, добавляю сыр. Для того, чтобы чуть-чуть подогреть свой, так скажем, фарш деревенский для запеканки. И заодно, чтобы расплавился сыр. Я понимаю, что с десертом я точно не налажаю. И решаю использовать готовый Наполеон. Я буду делать слоёный тортик с карамелизированным яблоком. Я отделяю тесто, чтобы потом проложить мимо него яблоко. Беру пирожки, убираю начинку, добавляю туда сыр с чесночком. Он был в рулетиках с ветчиной. Добавляю туда ветчину. Это можно назвать антипохмельной пиццей. Ложу, ложу, кладу ломтики сыра. Ну, я думаю, что прикольненько. Что теперь сделаешь? Не выкидываешь продукты, правильно? Для картофельного пюре я беру из селёдки картофель. Я его томлю с салом. Сало потом выкину. Оно у меня приобретёт такой деревенский вкус. Далее пробиваю блендером. Чуть-чуть не хватает соли. Моя капуста тушится, всё получается отлично. Я решила, что я растоплю в кастрюле, в сотейнике холодец, чтобы выварить из него мясо. И потом процежу, чтобы получить именно чистое мясо. И как раз это мясо я потушу с капустой. Стою и думаю. Ай, дай-ка я ещё что-нибудь наделаю. Так, салат вчерашний с курицей, грибами и орешками. Мы его добавляем на булочку вчерашнюю хлеба, батончик. И тоже делаем запеканочку такую. Всё прекрасно, всё вкусно, всё необычно. И пахнет свеженько всё равно. Ну всё, у меня готово. Я пошла в духовочку. Думаю, гостям успею. Карамелизую яблоки на сковородке вместе с сахаром и маслом. Я немножко сейчас 5 минут так припущу его и положу форму на тесто. И в духовку буквально тоже на 5 минут как раз-таки буду укладываться во время. Я беру формочку круглую, вниз поселил пергаментную бумагу. Выкладываем свой фарш. Разравниваю. Далее положу один слой картофельного пюре, потом томаты. Сыр. Запеканка у меня быстро подпеклась. Я её вытаскиваю с пары конвектомата. Мы её приждём горелочкой. Это придаст лёгкую корочку и хороший вкус. Так, готово. Ну, блин, такой аромат пошёл. Ну всё, думай, победа за мной. Я в целом закончила. Моя капуста дотушилась. Я понимаю, что нужно сервировать как-то красиво. Приходит идея, что я могу из багета сделать зайчьи уши. Решаю свежим гранатом. Натираю сверху грецкие орехи. И стоп! Участники дали новую жизнь новогодним блюдам. И сейчас шефы вслепую продегустируют их шедевры. Но окажется ли застолье первого января вкуснее, чем подбой курантов? Ты знаешь, Костя, уже новогоднее настроение. Четыре уникальных блюда. Уверен, что здесь порубили и салат оливье, и сёмгу, и эклерчики. Здесь мимоза с Наполеоном. Костя, ты же такое видел застолье первого января? Если его правильно встретить, то как раз вот такой стол и на первое января и получается. Поэтому предлагаю начать пробовать эти шедевры с блюда номер один. Первое блюдо это моё, меня начинает калашматить приступ, кашля подходит, я начинаю нервничать. Ну, на самом деле, блюдом это назвать сложно, при том, что это бутерброды. Ну, согласись, что мы в Новый год и так едим очень много жирных блюд. Чересчур. И ещё потом отъедаться хлебом, ну, это слегка тумач. Ну, я, в принципе, не удивлён. Вот Леры, девчонка-кондитер, взяла. Значит, что там, значит, у нас буханка, а у вас что? Они не должны отвечать. А ты у меня спрашивай. Интересно, сочинец. А у вас вообще лаваш? Да, конечно. У нас батон, у вас лаваш. С рапанами. У нас, соответственно, розбиф, у вас шашлык. С мандаринами. У нас оливье, у вас салат из помидоров. С черноморской барабулькой. Да. Костя, ты знаешь, хоть это и дегустация вслепую, но ты не представляешь, как глубоко дышит надежда. Я прямо отсюда чувствую её дыхание. Мне кажется, это она готовила. Я прямо чувствую, она... Куда деваться-то? Конечно, волнуешься. Это же финал. Ну, если она готовила, конечно, с одной стороны, это безумно вкусно. Ну, потому что она это с твоей командой. Но немножко всё-таки есть помарочки. А ты вот это попробовал? Я это попробовал, мне понравилось. Ну, вот этот бутер мне понравился больше. Блюдо номер один неплохое. Блюдо номер два. А-ля мимоза. Мимоза. Шеф, это вообще не похоже на мимозу. Просто блюдо постояло и чуть-чуть заветрилось, соответственно. А давай взберём его, что это такое. Под составным. О, это томат. Положили. А на первом этаже что? А-а-а, картофан. Да ты что? На селёдке был картофан. Пюрешечка? Да. Это толчёный картофель называется. Обязательно было поливаться сейчас? Это не поливаться, это были брызги. А, брызги. Брызги шампанского. От счастья? Да. Понимаешь? Конфетти. А, конфетти. Итак, кисленько, но неплохо. Кисленько, заветрено, что соответствует первому января, кстати. Абсолютно верно. И твой любимый гранат. Конечно. Ты не заметил почерк? Нет, я всё заметил. Почерк. Та-да-да-да. Как неожиданно сработал Тимурчик. Как неожиданно. Вах-вах-вах-вах-вах. Как мы не догадались. Неплохо. Есть, над чем работать. Недостаточная оценка. Я хотел, чтобы они сказали, что это прям вау, вкусно. Ты посмотри, зайчик. Зайчик. Это зайчики. Сестрички. Сто процентов. Сестрички-косички? Это они сделали. Косички-сестрички. Ну, они же две зайчики такие, знаешь. Мой зайчик подмигивает им, кому же надо отдать победу. Это, мне кажется, шукрут. Это... Или солянка. Это её сосед, что ли? Нет, шукрут – это такая немецкая капуста с копчёностями томлённая. Точно твоя. Я думаю... Я думаю, что 1 января уже ничего не страшно. 1 января? Кстати, под пивко. Отлично. Под пивко. Вообще, а под ёрш? Блин, вообще, ты жгёшь. Блюдо настолько плохое, что без пива не обойтись. Блюдо номер 4. А выглядит, кстати, шикарно. Только непонятно, что это – лазанья, десерт или горячее. Стоп. Хочешь, я тебе прямо на 100% из 100. Кто-то из близняшек делал. Знаешь, их здесь в суммарном состоянии 50%. Реально, с математикой круто всё. Катарина. Ренат догадался, что это я. Понял, что у меня душа лежит к кондитерскому делу. Огромное количество сахара. Ну, Катарина. Но идея использовать вот эти продукты – это прям достойно суперфиналиста проекта «Кондитер». Молодцы. Очень креативно. Очень круто. И вы нам добавили головной боли. Как правило, головная боль 1 января от большого количества напитков. А вы нам сегодня просто без напитков добавили головняка. Поэтому мы пойдём думать. И вот кульминация новогодней битвы шефов. Кто получит в подарок самые большие чаевые и гордое звание победителя? Итак, коллеги, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Вы добились многого. Вы стоите в финале проекта «Битва шефов». Новый год – это безумно приятная и сказочная атмосфера. Мечтайте и верьте – это самое главное. Ведь на телевидении, как и в жизни, всегда исполняются мечты. Давай, объявляй, мне уже не терпится. Сколько можно тянуть резину? Это же Новый год. Итак, объявляю победителя турнира по объедалкам. Доедалкам, переедалкам. Я очень сильно волнуюсь, меня немножко потрясывает. Победителям проекта «Битва шефов» становится участник, который приготовил блюдо… Юпараците. Я ли это или не я? Под номером… Три! Четыре! С какого хрена-то? В смысле? Три! Потому что это Новый год, дружище! Новый год! Четыре! Четыре! Браво! Кто? Кто? Вы сделали? Да. Не понял. Подожди. Еще раз. Подожди, стоп, секундочку. Кто сделал мое блюдо? Вот это блюдо кто сделал? Я! А вот это блюдо кто сделал? А вот это кто? Я! Я! Вера! Что за прикол? А это кто сделал? Катарина, это твое? Да. Девочки. Фига себе! Ничего себе замес! Новый год! Браво! Браво! Аплодисменты! Аплодисменты! Быстро иди сюда! Сейчас чаевые здесь! Чаевые здесь! Подожди! Рука! Аааа! Мамка! Вот она, Надя! Вот гад! Молодец! Подожди, так ты ей победу отдал! А что ты Катарине чаевые отдаешь? Итак! Они сестры, они поделят! Вот так вот, пульс будет! Держите! Спасибо! Браво большое! Девочки, молодцы! 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 Браво! Браво! Я считаю, что мы достойные победители! Браво! 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 Ну что, ничья? Ну а вкус победы я познал! И с этим вкусом я с тобой поделился! Спасибо! Ничья! С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом! У нас ничья! Мы пошли накрывать новогоднюю поляну! Пока-пока! Но ты, как всегда, из гарпича будешь накрывать? Нет, я не буду! Нет, ну ты из отходов! Ты будешь готовить с отходом! Ты будешь готовить с отходом! Ты будешь готовить что-нибудь! Али, в южечке! С Новым Годом!